В эфире информационная программа День города. Здравствуйте! В завершении рабочего дня я и мои коллеги готовы поделиться с вами актуальными новостями. Главная тема на сегодня – езда с препятствиями. Почему результаты ямочного ремонта совсем незаметны на улицах города? Неделя мужества. В отдельном батальоне ДПС ГИБДД провели экскурсию для школьников. Холод вместо скальпеля. В Рязани применяют уникальные методы лечения печени. С такими серьезными хроническими заболеваниями, как цирроз печени, теперь можно расправиться в течение нескольких минут. Уникальные по своему характеру операции проводят хирурги в Рязанской областной клинической больнице. Примечательно, что операции являются нау-хау. Ее разработали рязанские хирурги и теперь с успехом практикуют. Алена Куколева выясняла подробности. Причиной цирроза печени становится гепатит или злоупотребление алкоголя. После того, как хронические процессы вступают в свои права, в жизненно важном органе начинаются необратимые процессы. Он становится маленьким, образуются узлы, нарушается отток и приток крови. И в этот момент хирурги призывают на помощь холод. Проще говоря, пораженные болезнью участки печени попросту замораживают. И когда мы производим замораживание участками ткани печени, то в этих местах образуется, по сути дела, нормальная печеночная ткань. Она не образуется, она раскрывается для того, чтобы функционировать. Это уменьшает и проблему нарушения кровотока в печени. Это повышает возможности отоптенного действия пищеварительного тракта. То есть мы тем самым как бы помогаем печени и человеку жить. Температура жидкого азота минус 190 градусов Цельсия. При замораживании таким методом все компоненты кристаллизуются и ткань становится хрупкой. Эти знания помогли рязанским хирургам разработать уникальную по своему характеру операцию – криодеструкцию тканей печени. Это, в общем-то, ноу-хау, который никто не делал никогда, но вот ее начали выполнять. И выполняется она, в общем-то, через проколы брюшной стенки. То есть не развязаем ничего. Вводим специальный аппарат криодеструктор, который замораживает участки в эту ткань. Потом мы выводим и все. Операции, в общем-то, по объему несложные для больного. Они их переносят очень хорошо. Через аппликаторы холод наносится на пораженный участок ткани. Процесс длится буквально несколько минут. Затем аппликатор удаляют и наносят на следующий участок печени. Доброй традицией в нашем городе стало в преддверии Дня защитника Отечества в рамках акции «Неделя мужества» проводить для школьников экскурсии в подразделение госавтоинспекции. На этот раз юных гостей из трех школ города встретили сотрудники отдельного батальона Дорожно-патрульной службы ГИБДД. Подробнее в следующем сюжете. Ежегодно в преддверии Дня защитника Отечества сотрудники полиции проводят акцию «Неделя мужества». К этой акции приурочена экскурсия в отдельный батальон ДПС ГИБДД, где инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения прогулялись по подразделению со школьниками 71, 51 и 68 школы. Данная акция у нас приурочена к Дню защитника Отечества 23 февраля. Ежегодно мы приглашаем учеников школ города Рязани, проводим подобные открытые мероприятия, посещение подразделений. Проводится оно всеми подразделениями в нашем городе. Основная задача этих мероприятий – это привитие патриотического воспитания молодежи, возвращение доверия гражданам к полиции. Ну и вносим мы здесь немножко свою цель – это, соответственно, выявлять из этой среды молодежи именно тех, которые хотят связать свою службу с органами внутренних дел и по возможности, если у них есть желание, после окончания вузов и службы в армии прийти в наше подразделение и нести службу на дорогах города Рязани. Большая часть пришедших детей – члены отрядов юных инспекторов дорожного движения. Такие отряды созданы на базе некоторых образовательных учреждений под кураторством управления ГИБДД. На экскурсии ребята познакомились с историей создания службы госавтоинспекции, а также с тем, как проходит ежедневная работа инспекторов ДПС. Специально для них была организована выставка имеющегося на вооружении у госавтоинспекции спецсредств и оружия. Ребята имели возможность рассмотреть жезл и светоотражающий жилет, а также познакомились с принципом работы радиостанции приборов для измерения уровня тренировки стекол автомобиля. Впервые в жизни ребята смогли увидеть пистолет Макарова, автомат Калашникова, а также примерить на себя экипировку инспектора. Кто у нас самый сильный мужчина-то? Самый широкопричный пикон. Вот что ты отчетил, как этот бронежилет, как с ним можно 12 часов простоять на пасху, сейчас мы попробуем у тебя этот бронежилет. Расскажите, как вы делаете? Ну, ощущения. Заместитель командира батальона рассказал о достижениях подразделения и сотрудниках, которыми гордится служба. Среди них спортсмены-разрядники и мастера спорта международного класса. Побывали школьники и в спортзале ОБДПС. Мальчишки и девчонки с интересом рассматривали кубки и грамоты, заработанные на различных чемпионатах и соревнованиях. Особый интерес у школьников вызвало знакомство с патрульными автомобилями ГИБДД. Закончилось мероприятие возложением цветов к стеле погибшим при исполнении служебных обязанностей инспекторов ДПС, которые находятся на территории подразделения. Возможно, благодаря подобным экскурсиям кто-то из ребят выберет профессию сотрудника ГИБДД. Нелегкую, но интересную, почетную и очень нужную. На прошлой неделе в Рязани официально начался ямочный ремонт дорожного покрытия. Сразу после заморозков пришло потепление, лед на дорогах растаял, асфальт подсох и дорожники взялись за лопаты. Работы велись в ночное время суток, поскольку ночью улицы максимально свободны от транспорта. Однако улучшение состояния дорожного покрытия автолюбители никак не замечают до сих пор. В ситуации разбиралась Анна Герцовская. Своим мнением по поводу качества ремонта дорог с нами с удовольствием поделились сами горожане. По-моему, никакой эффективности нет. Ехали на второй день, все это, вы обратно выбиваете. Ям становится больше, вы знаете, меньше их точно не становится. Больше, и мне кажется, их особо-то никто и не стремится, наверное, сделать. А вот насколько вообще эффективна такая вот тактика ремонта? Я думаю, наверное, совсем неэффективна, потому что когда они пытаются заделать ямы, они всегда появляются рядышком. Проблема дорог давно является сезонной. Считается, что асфальт каждый год страдает от зимних заморозков и большого потока машин. Покрытие не выдерживает тех нагрузок, которые на него выпадают. Весной дорожники заделывают ямы, затем за лето все опять изнашивается. И начиная с осени и зимы, на тех местах, где производился ремонт, вновь образуются пробелы. Допустим, я живу на Шлаково, у нас там такое низменное место, его делают каждый год. И каждый год после зимы там опять яма. Я думаю, что, скорее всего, такое качество у нас ремонта, что он только на сезон хватает его, к сожалению. Я думаю, можно было бы хорошо их делать, если бы, в общем-то, делать с умом и добросовестно. Что касается нынешнего ремонта, то все опрошенные рязанцы объединились во мнении, что он проходит незаметно для них. Люди не видят ни сделанных дорог, ни рабочих на улицах города. Некоторые отшутились, что ничего не увидели, потому что проспали ночной ремонт. Я еще не видел, что где-то сделали дорогу, если честно. Вот вы где-то замечали уже ремонт? Нет, нигде не видела. Вот ездю на машине по Рязани в центре особенно, нигде не видела. Я пока нигде не видела, что делается ремонт. Ну вот, по крайней мере, я... Ну, не знаю, мне так не попалось. Среди опрошенных граждан на улицах города съемочной группе удалось поговорить и с москвичами. Для некоторых из них ямочный ремонт оказался нестандартной ситуацией. Не знаю, не сталкивался. Ямы ремонтировать? Зачем их ремонтировать? Их нужно устранять. А вы откуда вообще? Москва. Как пояснил гость нашего города, в Москве, конечно, тоже на дорогах существуют проблемы. Но если речь касается повреждения покрытия, то ямы там не ремонтируют. Вместо этого рабочие делают большие заплатки на дорогах. Залатать имеет смысл, когда нет возможности класть асфальт. А так надо вообще делать дороги нормальные, следить за качеством ремонта. Например, говорят, что у нас условия не очень хорошие, климатические. Вот я пример приведу. В Москве было построено еще при Горбачеве немцы сделали, это конец 80-х, дорогу до Мадедова. Она без ремонта простояла 20 лет, несмотря на климатические условия. То есть есть возможность качественно делать. Может и правда перестать замечать только плохое. Да, есть ямы, есть ремонт дорог, которого не видно. Есть ремонтники, которые в самой дождь и в самую прыгу что-то делают. Но в этом есть и плюсы. Благодаря дорогам о Рязани слагают новые легенды. Какая-никакая все же популярность. В рамках оперативно-розыскных мероприятий по пресечению каналов поступления наркотиков на территорию региона сотрудниками управления ФСКН России по Рязанской области пресечена преступная деятельность гражданки Республики Таджикистан, занимавшейся распространением героина методом закладок. Из незаконного оборота изъято более 700 граммов смертельно опасного наркотического средства. 34-летняя подозреваемая специально приехала из Таджикистана в Россию работать по найму. Наркокурьером на одной из заорганизованных преступных группировок. В Рязани женщина успела провести около месяца. Сотрудники ФСКН задержали ее с поличным на улице Гоголя во время совершения преступлений. При ее личном досмотре были обнаружены 4 свертка с героином массой около 5 граммов каждый. В тот же день в ходе оперативных мероприятий наркополицейские изъяли еще одну аналогичную закладку и задержали двух потребителей, которые уже успели забрать наркотик из тайников. В ходе обыска в квартире, которую злоумышленница арендовала на улице Кольной, было обнаружено более 100 героинов, расфасованного в аналогичные 5-граммовые свертки в количестве 21 штуки. Из показаний задержанной было установлено местонахождение тайника с оптовой партией героина, которую она намеревалась забрать для дальнейшего распространения. На границе с Московской областью сотрудники ОФСКН изъяли пакет с 577 граммами наркотика. Фактически в результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий удалось предотвратить распространение более 700 граммов героина, что тождественно 7 тысячам разовых доз. В качестве меры пресечения гражданки Таджикистана судом избрано заключение под стражу. Следственным отделом ОФСКН России по Рязанской области расследуется уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору». В прошлом году сотрудниками регионального ОФСКН была пресечена деятельность в сфере незаконного оборота наркотиков восьми иностранцев, являвшихся гражданами Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Украины. О необходимости предоставления льгот на расходы за капитальный ремонт пожилым людям говорилось еще в самом начале запуска проекта в нашем регионе. На расширенном заседании правительства, которое состоялось во вторник, губернатор Олег Ковалев заявил, что он полностью поддерживает данную инициативу. Подробнее в материале Оксаны Тебенихиной. В настоящее время проект регионального закона, который касается платежей за капитальный ремонт и предусматривает предоставление компенсации расходов на их уплату отдельным категориям граждан, разработан и передан депутатами Рязанской областной думы. Я знаю, что с такой инициативой выступила наш депутат в Госдуме Елена Митина. Вопрос этот рассматривался на полицовете Единой России, и там было принято решение быстро сделать закон и внести. Сейчас проект закона поступил к нам на рассмотрение. Инициатива хорошая, я ее полностью поддерживаю. Такой закон нужен. Система платежей в сфере ЖКХ должна быть все-таки дифференцированной и понятной и справедливой. Сейчас меры социальной поддержки на уплату взноса за капитальный ремонт уже имеют ряд федеральных льготников. В Рязанском регионе эти льготы получают ветераны труда, лица, реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий. Предлагаемый фракцией «Единая Россия» в Рязанской областной думе законопроект расширяет перечень льготных категорий, предусматривает компенсацию для одиноких пенсионеров, достигших 70-80-летнего возраста. Я прошу Минфин с Минэком и Минсоцзащиты быстро дать свои заключения, оформить и положить мне на стол заключение, которое мы отправим в областную думу для дальнейшего принятия этого закона. Прямо в короткие сроки, буквально 2-3 дня необходимо это сделать. До конца недели я подписал заключение и отправил его в областную думу, а дальше депутаты уже его рассмотрят. Семилетний житель Захаровского района погиб, упав в пожарный резервуар. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Кто виноват в чудовищной посвоении лепости, гибели мальчика теперь предстоит разбираться следственным органом. Подробнее в сюжете Оксаны Тебенихиной. Трагедия, унесшая жизнь семилетнего ребенка в Захаровском районе 15 февраля, произошла из-за украденной крышки люка. Крышку могли сдать на металлолом местные жители. В селе Федоровское семилетний мальчик погиб, упав в пожарный резервуар. Его открытый люк находился на вершине горки, с которой катались дети. Вместе с семилетним Никитой на горке были еще две девочки. Они побежали за помощью, но спасти ребенка не удалось. В колодце было порядка 60 сантиметров воды, поэтому местные спасатели считают, что ребенок ударился во время падения и захлебнулся, не приходя в сознание. По факту произошедшего, следователи возбудили уголовное дело. По данным следствия, около 16 часов 15 февраля этого года на территории села Федоровское Захаровского района в емкости неиспользуемого по назначению наземного пожарного резервуара, который не был закрыт крышкой, обнаружено тело мальчика без признаков жизни. По предварительным данным, в следствии свободного доступа к емкости резервуара ребенок, оказавшись близ открытого люка, упал в резервуар и утонул. В настоящее время проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на установление виновных лиц. Расследование уголовного дела продолжается. В связи со случившимся губернатор Олег Ковалев обратился с просьбой к руководителям регионального следственного комитета и УВД Паризанской области провести тщательное расследование происшедшего, учитывая, что по предварительной информации, крышка люка была украдена неустановленными лицами. Глава региона поручил также провести во всех муниципальных образованиях проверки пожарных резервуаров и канализационных колодцев на предмет их безопасности. Контролировать эту работу будут главы муниципалитетов. На сегодня это все новости, о которых мы хотели рассказать. Далее смотрите программу подробностей. Мы прощаемся с вами до завтра. Всего доброго, до новых встреч. Живой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Редактор субтитров А.Семкин